всем привет с вами снова светлана соколова и вот такое совершенно очаровательное существо это оливка и всего три с половиной месяца это вот я не знаю говорят килограмм но по-моему там грамм 600 наверное вот так весом это той пудель это совершенно потрясающее контактное ласковое нежное существо сегодня мы будем учиться ухаживать за щенком у которого есть шерсть то есть на примере оливки мы будем показывать то что нужно делать с бешонами то что нужно делать с пуделем то что нужно делать с мультипу то есть любая волосатая собачка которая появилась в вашем доме независимо от породы нуждается примерно в одинаковом уходе так что мы сегодня расчешемся мы сегодня помоемся уберем вот эти ласты вот безобразные пострижем коготочки и в общем проделаем все то что любой хороший владелец ответственный должен делать со своим щенком и так у вас дома появилось вот такое создание это не игрушка и уход за щенком у которого есть шерсть он отличается от ухода за плюшевой собакой из детского мира то есть недостаточно просто покормить посадить пописать на пеленку это нужно расчесывать это нужно мыть это нужно сушить это нужно стрить коготочки для того чтобы щенок был здоров и счастлив вот обычно к нам вот такие маленькие товарищи попадают где-то как раз в этом возрасте когда сделаны все прививки пройден карантин вот и добро пожаловать приучаться грумингу значит сразу первое что нужно для себя определить вот будем разговаривать о пуделе если ваша собака планирует посещать выставки ну точнее если вы планируете для своей собаки посещение выставок вот здесь очень важный момент мы пуделю сразу начинаем брить моську и брить лапки и делать это нужно достаточно часто не реже чем раз в две недели для того чтобы приучить мордочку и лапок короткому бритью значит если выставки не планируется категорически тогда в принципе уже можно кое-что подстричь то есть придать форму мордочки сейчас очень модно азиатские всякие стрижечки с круглой моськой вот но это то что вы должны для себя определить в достаточно юном возрасте вместе с заводчиком то есть нужны ли вам выставки потому что если мы начнем делать там мимимишные азиатские прически перейти обратно на взрослые пуделины и отрастить заново гриву который не растет с детства до этого отращиваем с детства все ну достаточно сложно наоборот проще хотя если вы хотите чтобы мордочка была вот такая кругленькая мультяшная то тоже клюв не бреем самого раннего детства поэтому это первое что вам нужно для себя понять второй момент вам нужно определиться как часто вы готовы вообще посещать грумера почему потому что щенка приучать гораздо легче чем приучить взрослую собаку и нет наверное ничего более плачевного чем пудель который пришел ну или бешон или мальтеза да неважно который приходит к нам салон в годовалом возрасте ни разу не бритый не стриженный не мытый как правило не прочесанный то есть вот здесь действительно идет насилие уже над собакой на достаточно взрослой и как правило если собачка ни к чему не приучена то нам очень сложно с ней работать поэтому приучаем заранее значит номер раз что нужно сделать приучить к расчесыванию сейчас есть продажи вот такие вот силиконовые щеточки очень мягкие очень комфортные причем как правило владельцы утаскивают эти щетки себе потому что действительно ощущение очень приятные вот приучать щенка самого маленького к расчесыванию я рекомендую именно при помощи вот такой щетки потому что это комфортно это не царапается не тянет шерсть ты как правило яркий дизайн такой да вот веселый он тоже нравится щенку что делать нельзя нельзя грызть щетку нельзя потому что вот эта малышка на которой вроде бы еще особо нечего расчесывать тем не менее будет обрастать и обрастать достаточно быстро и начать расчесывать щенка тогда когда он уже катался в колтуны это очень поздно то есть щеткой щенок должен познакомиться в первые же дни пребывания в вашем доме то есть расчесываем все расчесываем и голову и ушки ты хулиганье бойкая девица такая оливка кто хулиганит и обязательно расчесываем лапки так нет сейчас я тебя все-таки пристегну вот не хотела тебя пристегивать но рук у меня всего две да а как тебя держать значит щенков мы у себя в салоне обязательно пристегиваем это не потому что мы хотим повесить вашу собаку это нужно для того чтобы щенок не ушел никуда мимо стола они еще маленькие у них пока еще не очень хорошая координация движений вот а падение со стола для такого малыша всегда чревато травмами хорошо если не лучше даже не думать мы расчесываем лапки что такой кто грызет расческу ты кто хулиганка ты хулиганка ты хулиганка вот теперь представьте себе да что вот такое поведение вы нечаянно закрепили и пришли со взрослой собаку которые уже зубы которая будет кусать грумера нельзя кусаться так что ежедневное вот такое вот причесывание вот такой щеткой мягкой но должно привести к тому что собака не будет сильно возражать против расчесывания значит основная ошибка попытка расчесать вот такие вот прядочки при помощи гребня гребень вам безусловно нужен гребень это контроль качества расчесывания но вот видите здесь такие дредики небольшие это не колтуны это нормальное состояние не чесаного сегодня пуделя значит если мы их будем чесать расческой гребнем эти гребень застревает то есть собаке не комфортно поэтому чешем это все мягкой щеткой а вот потом когда мы уже вот эти вот дредики расчесали так не кусается собака вот здесь уже можно проконтролировать качество расчесывания это кто тут кусается кто за хулиганка такая кто хулиганка кто хулиганье нельзя кусаться сейчас еще раз укусишь в нос получишь меня так у меня руки всего две и они мне нужны для работы значит щенки очень часто куток кусаются во время расчесывания это нормально щенок протестует против того что ему не нравится и причиняет дискомфорт самая большая ошибка который может допустить владелец это вот кусающегося щенка отпустить не до часов ну мотивы разные да то есть кто-то не готов воевать кого-то щенок действительно больно прикусил вот или просто ему так не нравится мне его так жалко я не буду расчесывать вот этого делать категорически нельзя щенок запомнил что он кусается и его отпускают то есть отгадайте что он будет делать следующий раз когда вы возьмете расческу ну вот да вот примерно то же самое поэтому чешем невзирая ни на что кусаться нельзя не возбраняется щелчок по носу если уже совсем зарываются до начинают кусать больно здесь вы должны абсолютно точно обозначить что вам такое поведение не нравится отвлекать кусающегося щенка игрушками можно только в тот момент когда он перестал кусаться и вкусняшками то же самое иначе вы очень надежно закрепите нежелательное поведение а пудель это собака который стричься всю его жизнь причем с регулярностью там где-то раз полтора два месяца и не реже так кто хулиганит бандюшка такая то бандюшка такое да противная собака нет мы расчешемся мы расчешемся все равно значит почему еще вот чем интересно вот эта пластиковая щетка даже если щенок у вас сильные и прикусит он не повредит себе полость рта потому что любую пуходенку да вот если сравнить обычно с ликером расчесываем то есть вот это при закусывании щенком может очень сильно поцарапать язык и десна что тоже нежелательно так сидим сейчас моську будем чесать моську будем расчесывать ай молодец молодец да не забываем хвалить ребенка не забываем самая большая ошибка одна из самых это отсутствие похвалы поймите самого начала щенок вам ничего не должен вы привели в дом маленькое существо это существо не обязана даваться расчесываться она не обязана ходить на пеленку даже если у заводчика все было с этим отлично и так пуходерка обязательно гребень обязательно мягкая силиконовая щетка для приучения обязательно следующее что нам нужно нам обязательно понадобится когтерез он может быть любой фирмы самое главное чтобы он был острый и самое главное это качество среза то есть без заломов без заусенцев в одном из видео я показывала как проверять на зубочистке качество среза сейчас я одену свои глаза что вот покуры ты тетку в очках не видела сейчас мы попробуем добровольно постричь когти что добровольно нет давай лапочку значит когти щенку стригутся не реже чем раз в две недели чаще можно реже нет для чего это нужно делать собака существо которое ходит на пальцах соответственно если вырастают длинные когти она приводит к деформации пальцев а дальше по восходящий вверх то есть это будет деформироваться пять потом локоть и так далее ну либо случае задними лапами колено тазобедренные суставы будут страдать если у вас еще помимо того что длинные когти еще и скользкий пол дома вы получите маленького кривоногого пуделя давай лап сейчас все-таки придется тебя класть когда вот так вот собака активно сопротивляется щенок я делаю то что я люблю больше всего делать я кладу щенка на коленке к себе и мы стрижем когти как в позе когда собака лежит у меня на руках какого щенка мы можем положить вот так на колени то есть основной критерий это длина собаки и длина вашего бедра то есть собака должна помещаться так а нет а нет а мы сейчас будем стричь когти а это очень нужно сделать да хулиганье а хулиганье готовьтесь вот к такой реакции она будет но не нравится его что дети не любят стричь ногти также щенки есть такие которым относительно пофигу но в основном в массе не любят чем просто потому что вот не то что к собаке некомфортно или больно или как-то вот из принципа не хочу лежать и все не буду закладывается вот эту дисциплина с раннего детства воду 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 хулиганка смотри один уже постригли с еще один раз что такое где буду буду ой ты шила в попе а ой какое шило если уже совсем ничего не получается берете полотенца и заворачиваете щенка в полотенце желательно коготочки подточить чтобы они не царапались для этого мы используем вот такой вот электрический гриндер гриндер это название вот именно инструмента для заточки когтей значит зачем затачивать чтобы коготок был не острый срез острый срез ровный немножко затупился чтобы собака не поранила ни себя не вас эти собачки много времени проводят на ручках и и очень важно чтобы она вас не поцарапала нечаянно ну молодец ты умница умничка зайка молодец оливка не забываем хвалить щенка когда он делает все правильно все как с ребенком поведение желаемое хвалим поведение нежелательное ругаем еще раз повторю щелчок по носу не возбраняется ты моя зая ты умничка умничка зайка умничка моя заинька вот смотрите мы уже почти научились лежать на ручках давать лапки кто кусает меня кто мне кусь делает нельзя кусь вот в этом возрасте щенок уже должен знать слова маркеры это всего-давсего два слова да и нет то есть для того чтобы полноценно общаться и понимать друг друга щенок должен выучить элементарно два слова это да который произносится с такой интонации да ты молодец ай супер собака и каждый щенок поймет что вы его хвалите и слова есть нет которое произносится в случае нежелательного поведения это как маркер который обозначает продолжать действия или нет да молодец вот еще мы сегодня оливки обязательно по бреем вот здесь вот подушечки то что то шортка на явно лишние вот если вы сами не в силах справиться со стрижкой когтей ну по разным причинам многие люди боятся даут хотя в принципе ничего такого страшного криминального в этом нет рядом с домом у вас всегда есть либо ветклиника либо груминг салон куда всегда можно прийти и постричь только когти и ничего другого не делать да ты молодец да ты умничка умничка маленькая и не забываем хвалить щенка и сейчас мы познакомим оливку еще с одним инструментом который ну обязателен потому что им пробреваются вот подушечки вот здесь вот им попка пробревается для гигиенических соображений значит подушки ваш открытые да они важны для сцепления с поверхностью значит в чем трудность работы вот с такими маленькими собачками то что сила с которой удерживаешь лапу она минимальна и в то же время нужно зафиксировать щенка чтобы он сам себе ничего не повредил поэтому нужно добиться от вот этого существа чтобы она лежала ну в принципе почти добровольно минимальная длина оставляемой шерсти здесь 0 8 миллиметра или целых 80 короче не рекомендую потому что тоже может спровоцировать ну как любое короткое бритье может спровоцировать раздражение хулиганка хулиганка оливка глубоко вот сюда между подушечек мы не лезем самое главное чтобы снаружи у нас не торчало лишней шерсти еще одно место которое у щенка всегда должно содержаться в чистоте поскольку вы уже его забрали к себе значит у него нет мама которая будет ухаживать и вот здесь владелец должен взять на себя функции которые обычно проводят сука со щенками значит мы вот так вот пробреваем само анальное отверстие то есть мы не стрижем широко мы пробреваем очень немножко шерсти для того чтобы попка была всегда чистая это вам облегчит уход чтобы не липли как и и вот точно так же мы пробреваем саму петлю ну не нужно чтобы здесь скапливалась моча это точно так же мы пробреваем у кобелей припуций тоже там не должно быть лишней шерсти это не гигиенично значит оставляемая шерсть длина 2 миллиметра что идем мыться с тобой мыться пойдем я не знаю мылась оливка уже когда-нибудь или нет вот раз у меня нет таких сведений значит мы будем считать по умолчанию что щенок не мылся ни разу нам понадобится собака нам понадобится полотенце большое пушистое хорошо впитывающее и нам понадобится шампунь для щенков до года я рекомендую использовать шампунь щенячий если собака выставляется тогда с полугода можно использовать уже профессиональные шампуни для выставочных собак но лучше всего малыша мыть шампунем для щенков и так вы впервые моете своего щенка значит что нужно приготовить заранее сразу приготовьте полотенце как я уже говорила толстое большое хорошо впитывающее несмотря на то что она в 20 раз больше щенка но нам понадобится застелить либо ковриком нескользящим дно ванны не допустим надо не допустить чтобы щенок поскользнулся щенку должно быть устойчиво комфортно в идеале заручиться помощником который будет подстраховывать вашего щенка от того чтобы он не убежал не поскользнулся и ничего с ним не случилось щенок должен быть предварительно расчесан и было бы очень круто приобрести специальную петлю страховочную который одевается вот так крепится за шею для того чтобы щенок не мог убежать куда ты сам себе навредить значит мочить собачку мы начинаем теплой водой то есть температура как для себя чуть-чуть теплее мы учитываем небольшую массу тела то есть поэтому нам по ощущениям вода должна быть такая хорошо теплая не делаем полный напор то есть напор должен быть не сильный чтобы не напугать щенка и мочить мы начинаем аккуратненько вот здесь вот задних лапок с попы то есть постепенно постепенно вот так вот доходя до головы господи там здесь собака то где где собака ты ты что за личинка здесь микроб ну вот видите собака резко уменьшилась в размерах дива и зая такая да и вот здесь вот мы делаем то что я обычно не делаю с маленькими щенками потому что пуделю надо приучать мыть голову также как йорка также как мальтеза бишона то есть неважно любая волосатая собака должна быть приучена к мытью головы если не с первого раза то хотя бы со второй мы закрываем вот так мучку пальчиками закрыли ушки и немножко вот так полили не страшно значит протест будет в любом случае я знаю очень мало щенков которые вот первому же мытью относится совершенно спокойно как правило им все равно не комфортно так же как маленькие дети значит дальше мы берем шампунь щенячий я развожу опять вот в тазике в маленьком шампунь для щенков детский мы его обязательно разбавляем водой мы никогда не наносим на щенка концентрированный шампунь даже если на флаконе написано что он готов к применению и вот так при помощи мочалки мы наносим на щенка пену то есть вот взбили пену и вот этой пеной мы моем маленькую собачку значит шампунь для щенков как правило не щипет глазки но это не значит что мы должны его прям в глаза лить глаза в нос в рот в уши мы ничего никогда не льем ушки не забываем промывать тоже та часть пуделя которая всегда пачкается в миске обязательно промываем мордочку раз уж мы решили не брить морду то соответственно нам и надо нам моем лапочки до чему и солнышко господи кто сказал что здесь килограмм у вас весы врут обязательно попу промываем то есть еще раз напомню что несмотря на то что щенок чистый у нас сегодня задача приучить к мытью приучить к сушке феном к расчесыванию то есть познакомить вот этого ребенка с процедурами которые проводим в грунтном салоне наша собака стригущаяся порода вот и стричься ей предстоит всю оставшуюся жизнь достойное сожаление когда из-за особенностей характера из-за несвоевременного приучения пудель приходит раз в год побриться под машинку но это реально это ужасно потому что безумно красивая собака очень красивая шерсть очень интересные стрижки можно делать на стричь можно все что угодно дабы либо волосы и когда вынуждены вот это вот раз в год сбрить колтуны по весне но это конечно ужасно все мы собаку нам и лили промассировали шерсть и теперь также с попы задних лапок мы начинаем шампунь смывать шампунь смыть надо очень хорошо на щенке не должно оставаться шампуня очень жалко что камера не передает запах потому что я вот этот шампунь обожаю не только из-за того что он прекрасно моет хорошо кондиционирует когда он еще и великолепно пахнет вот кстати мы видим что хорошая упитанность у щенка то есть не отнять не прибавить это можно разглядеть на мокрой собаке что такое кто хулиганит кто хулиганит а я все равно тебе морду помою да даже если будешь кусаться значит не льем долго на голову чтобы вода не попала в дыхательные пути на короткое время шампунь и умеют задерживать дыхание то бандюшка маленькая хулиганка тщательно тщательно смываем с лапок отовсюду вот это характера и не оливка нифига ты злые дни маленькая хулиганка что смотрите до хвост кверху то есть это не то что она от страха да так себя ведет она реально пытается напасть на клейку душа значит есть еще один способ смыть шампунь с головы вы переключаете с душа на кран вот таким образом ну а что делать да если уже никак не получается напомню еще раз мыть надо нужно это сделать достаточно тщательно вот есть еще вариант можно отключить открутить с души лейку так чтобы вода шла вот такой же струей как вот здесь из под кран иногда маленьких собачек удобнее помыть в раковине вам не нужно будет нагибаться или вставать на колени вот такое существо вполне себе помещается так вымыли намылили промассировали отжали и теперь берете полотенца и закутываем вот такую вот куклёшку такую вот маленькую вас сокровище значит полотенце мы все равно берем большое потому что нам мало того что нужно вернуть собачку целиком нам еще нужно впитать достаточное количество воды при помощи маленького полотенца это не получится и все ничего не трем ни в коем случае не натираем щенка полотенцем вот такими вот движениями чтобы не скатать шерсть в колтуны что сокровище и теперь у нас есть 15-20 минут чтобы оливка поспала у меня на ручках у нас прошло 15 минут оливка успела поспать немножечко у меня на ручках вот что нужно сделать пока щенок в полотенце обязательно после купания заведите привычку протирать ушки значит вообще уши у волосатых собак требуют достаточно тщательного ухода очень удобно пока щенок в полотенце он не сопротивляется поэтому вы взяли вот так вот ватный диск во первых вы убрали всю лишнюю влагу которая все равно конденсируется в ушах как бы вы не старались не попасть туда водой вот а заодно вы проверили уши на предмет лишних выделений каких-то выделений быть не должно допускается немного серы ну вот нет не больше здоровое ухо всегда сухое и чистое значит пуделям мальтеза бешоном йорком то есть всем волосатым собакам вот эти волосы из уха удаляются путем выщипывания я не хочу просто сегодня перегружать ребенка когда она к нам придет следующий раз через месяц мы обязательно прощипим ушки когда она уже будет знать что ее здесь не съедят не убьют не пустят на шаурму что в итоге ее просто помыли посушили отдали владельцам вот тогда уже можно будет вводить новые процедуры в каком случае вот это все выщипать надо причем срочно если в ушах есть какая-то посторонняя гадость то есть подозрением на отит уши обязательно прощипываются за ушами еще раз повторю нужно следить очень тщательно вот у нас личинка пудель но уже не такая мокрая уже немножко объем появился значит и так наступает ответственный момент сейчас мы будем включать фен то есть щенок ну априори по умолчанию всегда боится всего нового вот в возрасте до четырех месяцев вот этот страх не носит характер паники и приучить вот маленькую такое существо гораздо проще чем когда ей будет уже шесть-семь месяцев вот тогда у них начинается возраст страхов и все новое они воспринимают действительно вот это очень страшно поэтому включаем на опять далеко от собаки поворачиваем собачку попой к фену и тихонечко вот так вот издалека дуем то есть что сейчас испытывает щенок ему комфортно дует теплый воздух и щенку достаточно вот этого все приятно не любят собаки быть мокрыми я сейчас увеличу мощность мы начнем сушиться и одновременно расчесывать и вытягивать шерсть вот как мы не любим расчесываться это что за кошмар такой а придется все равно расчесывать сюда и сушиться молодец да умничка умничка зайка умничка мое солнышко вот молодец оливка ай браво ай браво собака вот так же был затылка тушим мордочку здесь нам на помощь придет гребель поскольку собачка у нас расчесанная предварительно гребель не застревает и не доставляет неприятных ощущений так да что такое-то хулиганка для того чтобы высушить лапы мне понадобится опять же фиксировать так прекратила нельзя нельзя да молодец умничка умничка собака ты молодец молодец зайка нет мы высушили собаку вот и у нас снова стала собака уже не личинка очень мало кому из щенков нравится вот так вот расчесываться сушиться вот и самая такая вот распространенная отмазка от владельца когда собака не вычесанная вот что он нам не дается вот для того чтобы собака вам давалась вот это нужно делать все регулярно невзирая на протесты теперь мы берем ножницы и аккуратно убираем лишнюю шерсть вот здесь вот на лапочках если вы идете первый раз с щенком на грунт если у вас маленький щенок бесполезно искать в интернете картинки стрижек потому что все равно вы уйдете со стрижкой из категории что получится ну это факт другое дело что если вы примерно представляете как должен выглядеть щеночек когда он подрастет то грунт обязательно учтет ваше пожелание и заложит именно ту форму которую вы хотите потому что форма закладывается еще раз напомню заранее то есть не хотим бритый клюв значит будем ходить вот такие вот красивые волосатые хотим выставляться значит выбривание мордочки и лапок вам не избежать вообще вот этому шилу я не представляю как можно лапки побрить вот это у тебя лишнее явно зачем тебе ласты такие у нас лапки должны быть красивые аккуратные поэтому первое посещение грумера с щенком это 95 процентов это гигиена то есть гигиена и включает в себя в основном приучение и знакомство с инструментом знакомство с грумером потому что получить вот на такой шалопопой собаки красивую стрижку можно только жестко изнасиловав щенка чего в принципе делать не хочется мы так сегодня оливку изнасиловали скажи феном и душем и стрижкой когтей значит девушка у нас не планирует выходить в ринг еще раз повторю вот поэтому у нас будут лапки столбички со временем без всяких выбритых пальцев вот и моська у нас будет такая вот кукольная игрушечная в азиатском стиле ты моя заячка тут лапу то ровно обстричь это целая история некоторые хотят чтобы сразу красивая мосья была настриженная вообще говорят где то бывают щенки которые вот самого первого раза ведут себя идеально я не встречала так тихо на самом деле еще очень сложный момент это вот выстричь вот здесь вот около глазок лишнюю шерсть просто потому что это достаточно опасно ножницы непосредственно около глаз находятся и оливка в этом плане вот очень умничка прям да вот она замерла и позволяет себе вот здесь простричь ну ты молодец прям ты прям умничка то есть мы закладываем сейчас форму для дальнейших стрижек потому что сегодня у нас все таки гигиена сегодня у нас ознакомительное такое обучающее мероприятие вот я думаю что с оливкой мы еще все увидимся и в инстаграме и на ютубе вот давайте будем вместе следить как растет вот это вот существо у нее кстати есть свой аккаунт уже пока она будет похожа на бешончик кто такой шлядкий ты молодец вот на позитивной ноте всегда нужно заканчивать то есть мы заканчиваем груминг не тогда когда собака вырывается да и бьется в истерике такое тоже бывает мы заканчиваем тогда когда у нас все получилось и мы сделали то что мы хотели ну что мы имеем вот такую вот ягазу пуделиного образца который мы сегодня постригли когти который мы сегодня протерли ушки мы ее по а вот к сожалению со щенками вот такое бывает достаточно часто собака протекла вот мы научились писать на столе ну не самый полезный навык особенно когда собака уже чистая ну кстати я успела она не намокла вот мы познакомились с ножницами мы познакомились с феном мы помылись мы расчесались и вообще у нас получился вот такой очаровательный медвежонок ну вот знаете что я скажу вот кто бы что не говорил а мне всегда хочется чтобы вот они как можно дольше оставались вот такими вот маленькими медвежатами да вот таким щенком щенком то есть вот не хочется делать из нее взрослую собаку так ты моя зайка ты умница да ты умница вот самый главный результат то что она идет ко мне целоваться обниматься она виляет хвостом это говорит о том что мы сегодня все сделали правильно ну и напоследок как обычно да кормите свою собаку правильно да пока пока здравствуйте меня зовут мария я ветеринарный врач и эксперт по научной поддержке компании Роял Канин и сегодня мы с вами поговорим о правильном питании для щенков размерной категории X-mol что же такое размерная категория X-mol это категория которая то есть собаки вес которых доходит до 4 кг максимум то есть мы понимаем что подбирая рацион для щенка во взрослом возрасте он будет весить максимум 4 кг и для таких вот щенков компания Роял Канин разработала рацион папе X-mol давайте сначала обсудим основные моменты данного рациона основные его особенности здесь во первых важно сказать срок применения данного рациона его можно употреблять с двухмесячного возраста до десяти месячного возраста после этого мы можем использовать рацион adult X-mol или мы можем переходить на специальные чистопородные продукты итак давайте обсудим основные моменты данного рациона первый очень важный пункт это поддержание процессов роста и развития мы знаем что процессы роста и развития достаточно энергозатратные и щенок очень активно растет развивается познает окружающую среду многое играет и ему важно откуда-то получать эту энергию для роста, развития и игр и эту энергию дает рацион в рационе содержится высокое количество энергии высокое количество белков для процессов роста и развития и также в продукте реализовано правильное соотношение кальция и фосфора для поддержания развития скелета и суставов щенка следующий очень важный момент это защита иммунитета мы знаем что с 4 до 12 недели жизни щенки сталкиваются с такой проблемой как иммунная дыра что это за состояние это значит что материнские антитела материнская защита постепенно начинает спадать уходить на нет а собственные антитела собственная защита еще также не выработалась и остается тоже на достаточно низком уровне и вот в этот период очень часто щенки находят новый дом у них происходит первая вакцинация первая дегельминтизация и конечно же требуется защита иммунитета требуется поддержание иммунитета и в этом нам помогает комплекс из антиоксидантов витамин С, витамин Е, лютеин и туурин усиливают действия друг друга и поддерживают иммунитет щенка следующий очень важный момент это поддержание работы пищеварительной системы ведь мы тоже знаем что она достаточно чувствительная особенно в период с 6 по 8 недели жизни печени еще не работает в полную мощь гормональная система тоже не до конца справляется со своими обязанностями и поэтому очень часто возникают определенные чувствительности и проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта у щенков чтобы поддержать работу желудочно-кишечного тракта щенка нам нужны высокоусвояемые белки нам нужна комбинация из различных видов клетчатки как растворимой так и нерастворимой для поддержания моторики желудочно-кишечного тракта для поддержания местного иммунитета в кишечнике Ну и, конечно же, для поддержания баланса правильной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. Также в продукте используется специальное вещество, как юго-шитегера. Это тот компонент, который снижает запах стула у щенков, что достаточно важно в этот период их жизни. Ну и также важно сказать о том, что в продукте реализована маленькая и очень удобная форма крокеты, которая как раз-таки подходит для разгрызания маленькими челюстями щенков. Благодарю за внимание. Продолжение следует...